Духовной Родиной всех христиан считается Святая Земля, и это не случайно. Именно здесь протекала земная жизнь Спасителя и Его Пречистой Матери. Отсюда вышли на проповедь святые апостолы. Здесь пролилась кровь первых мучеников за Христа. На юге современного Иерусалима находится русский монастырь. В нашем следующем сюжете мы расскажем о жизни паломников в горницкой обители Великий Пост. Иерусалим во все века был для христиан всего мира святым градом, а Церковь Иерусалимская – матерью всех церквей. Поэтому паломничество сюда, особенно в Великий Пост, большое духовное торжество для православных. Благоговейный паломник прикасается к Святой Земле как к особому миру. Еще в XII веке русский игумен Даниил писал «И бывает тогда радость велика всякому христианину, видевши святые грады Иерусалим, и тут слезам пролитье бывает от верных человек». Действительно, если слезы здесь и льются, то только от радости или искреннего покаяния и душевного очищения. Как говорят паломники, здесь даже в Великий Пост не увидишь грустных лиц. Во всем чувствуется ликование и предчувствование Светлого Христового Воскресения. Конечно же, ощущаешь, что это величайшая милость Божия – побывать здесь, в Горнинском монастыре, на Святой Земле, во время Великого Поста, потому что все открывается здесь совершенно необычным образом. Каждый день – это школа обучения чему-то, причем школа очень тонкого водительства Божьего. Здесь учат молиться и совершенно по-новому относиться к жизни. Доброта и любовь населенность Горнинской обители помогают духовно преображаться, приближаясь тем самым к Царствию Божию. Великой благостью и промыслом Господним считают паломницы даже возможность потрудиться здесь. И я, когда приехала сюда, конечно, я думала, что, ну, хоть это и земной, но похож, подобие рая того небесного, Горнего Иерусалима. Вот. Поэтому и называется, думаю, почему так Горний называется, потому что подобие отсюда, начало спасения произошло. Горний – это, значит, небесное. Это не то, что я хотела так, а то, что так Господь устроил. Вот. Больше покаяния, ну, больше времени на духовное, на спасение души своей. Здесь, вдали от суеты и шума, в мыслях паломников только Господь и вечность. И это величайшая радость, считают они. Когда ты имеешь возможность каждое воскресенье побывать на ночной службе у гроба Господня и причаститься там – это, ну, величайшее благо, которое нам даровал Господь.